Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю снимать видео о суповых заправках на зиму, потому что это очень важно. Я не раз говорила, что мало нам вырастить всё это вот, лук, томаты, морковь. Главное правильно и разнообразно заготовить, чтобы зимой это было в помощь нам, хозяйкам. Вообще суповые заправки на зиму это универсальные заготовки, в приготовлении которых можно использовать весь урожай и кондицию. Они очень просты в приготовлении, сможет справиться любая молодая хозяйка, даже мужчина может это сделать, который вообще не знаком с кулинарией. И зимой они просто незаменимы. Я уже говорила, что они могут быть различными, это может быть щи, рассольник, борщ, харчо. У всех у них свои различия. Различаются они по одному главному компоненту. Вот вчера я готовила борщевую заправку. Ясно, что в борще у нас должна быть обязательно совекла. Смотрите, какая яркая, тёмно-бордовая. Это вот кислота в томатах даёт вот такую расцветку. И она будет в зависимости от количества томатов, или более жидкая, или более густая. Но всё равно она будет с томатами, вот такая ярко-ярко-бордовая. И суп получается насыщенного бордового цвета. Вот в борще должна обязательно присутствовать свекла. Именно по свекле мы узнаём борщ. Потом в щах, конечно, капуста. В рассольнике огурцы. А харчо у нас отличается тем, что главный компонент у них, у него, у этого супа, это рис. Вообще харчо, ой харчо, харчо это известное грузинское блюдо. И в классическом рецепте в харчо используется ткемали. Это разновидность таких кислых слив. Но мы чаще всего, вот сейчас, где у нас нет слив, не у каждого есть сливы, сливы заменяют томатом. И вот у меня именно эту кислинку будет придавать вот этот мне помидоры мои. Так что без томатов харчо сделать сложно. Она именно должна быть с такой кислинкой. И самое главное, если вы хотите именно сделать такое харчо, приближенное к классическому рецепту, то нужно добавить немного хмели-сунели. Вы знаете, что есть такая приправа. Вот у меня целая банка. Вот свою заправку, если добавите вот это хмели-сунели, то эта смесь добавит нашей вот этой заправке харчо настоящие грузинские нотки. И она приятно разнообразит ваш стол, ваше меню зимой, потому что мы редко делаем разнообразные супы. Обычно суп лапша, борщ, там еще что-то. Вот харчо делают редко люди, но это очень такой вкусный. Также у нас будет же все свежее, и томаты, и морковь, и лук. Кто хочет, может добавлять зелень. Поэтому харчо нужно делать. Так, делаем так. Так же, как на борщ. Я беру полкилограмма лука. А, начнем с масла. Стакан растительного масла. Я делаю все в казане, в котором делаю плов. Он у меня большой, делаю большие дозы. Но кому надо уменьшить, он может всю эту дозировку уменьшить в два раза. Вот полкилограмма лука в масло, в раскаленное, в стакан. Добавляю туда же полкилограмма моркови. Все это лук 10-15 минут, так же, как для борща. Потом этот морковь 10-15 минут. Потом туда кладу вот эти томаты, 3 килограмма томата. Они потом уварятся, их будет чуть-чуть поменьше. Про томаты, как я и в прошлый раз говорила, можно просто порезать на кусочки, на мелкие. Можно перекрутить на мясорубки, если есть время. Я их просто нарезаю и руками вот так немножко сдавливаю. Можно даже не сдавливать, бросить вот в кипящие кастрюли или в котел. Они все равно все разварятся, там развалятся, и будет кашеобразное состояние. После того, как вы томаты туда прокипятили, прокипятили так же 15-20 минут, но чтобы была однородная масса, забрасываете 2 стакана заранее отварного риса. Рис отварите заранее, чтобы он был там уже готовый. И все, после того, как все это закипит, 15-20 минут прокипятили. Можно 2 туда лавровых листа, 1 столовую ложку соли. Как я уже сказала, можно добавить хмели-сунели. Если нет хмели-сунели, можно добавить потом его при приготовлении супа. И все, ваша заправка готова. Быстренько раскладываете по стеклянным подготовленным банкам и закатываете. Никакого уксуса, никаких больше консервантов не нужно. Наши томаты нас выручают. Вот кислота, которая находится в этих томатах, она выступает в качестве консерванта. Вместо уксусной кислоты будет кислота, которая в этих томатах. Все, это натуральная будет заправка. Еще раз повторюсь, без консервантов, без каких-то добавок. Все прям с грядки и сразу в банки. Все, приятного аппетита. Готовьте суповые заправки. Первое блюдо очень важно для нашего рациона. Все знают, им, наверное, мамы еще в детстве говорили, что не будешь есть суп, там у тебя заболит желудок, будет гастрит. Суп нужно есть обязательно, а лучше всего кушать суп со своих овощей, прямо с грядки. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это рецепт харчо. Кстати, хочу сказать еще тем, кто будет готовить вот этот рецепт с рисом, его можно использовать как отдельную закуску. Точно такой же есть... Сейчас опущу, подождите. Точно такой же есть рецепт салата, вот называется салат изумительный. Сейчас, подождите. Видно? Также вот 3 килограмма томатов, полкилограмма лука, полкилограмма моркови. Все это готовим. Только если вы будете готовить салат по этому рецепту, туда еще добавляется сахар. Чтобы он не был кислым, а он будет такой приятного вкуса. Вот точно этот же рецепт с рисом. Его можно открывать зимой и кушать просто как салат, как закуску. Все, до свидания.